Привет, я Саня Кулинич! Ну вот наступила весна и хочется чего-нибудь летнего, чтобы оттаять поскорее. А то в Астане вон что. А я сделаю сегодня одну из новинок от алтайского винокура, а именно малиновый бренди. Итак, малиновый бренди. Вес набора 73 грамма. Настаивать можно на одном, двух или трех литрах, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений и жадности. Вот так выглядит содержимое пакета. В комплекте три фирменных этикетки для бутылок. Приобрел такую сетчатую емкость. Высыпаю в нее все содержимое набора. Помещаю емкость в банку и заливаю тремя литрами 40 градусного самогона. И прямо баночки перемешиваю. И оставляю настаиваться на две недели. Периодически буду повторять перемешивание. Через пару часов уже значительно самогон насытился цветом. Ну и через 14 дней цвет стал более насыщенным и гораздо темнее. Легким движением руки. Вынимаю сетку с засыпью. Ну и собственно напиток уже вполне чистый. Отправляю малиновый бренди на две недели отдыхать. Конечно же разливая по бутылкам, я прогнал напиток через 3 ватных диска. На всякий случай. Ну с приступим к дегустации. Бренди малиновый. Не знаю кто у него делал прям настоящий малиновый бренди. Наверное это очень сложно. И малинку все-таки полезнее будет покушать так, чем делать из нее дистиллят. Малиновый аромат. Как вот кстати, он такой же как и в малиновом джине. Ну соответственно алтайский жвенокур. Малина такая. И вроде бы такие легкие свеженькие ароматики. И некоторая, да, вот такая, как бы такая, как сказать-то, ну покрытая каким-то куполом ароматика. То есть, чтобы прям ощутить супер свежий аромат не получается. Но это сладковатый, ванильный даже, я бы сказал, такой ванильно-малиновый аромат. Он очень явный. Ну что называется, достойная двухнедельная выдержка, можно сказать, да. То есть и двухнедельный отдых. И чем дольше отдых, вот в частности вернемся к банановому бренде. А отдых бананового, более длительный, чем две недели, дал то, что банан стал более сильнее ощущаться, чем это было на самой дегустации видео. Здесь же у нас все уже. Ну такая малинка, знаете, вот она чуть-чуть такая на солнышке полежавшая. Вот такой вот ароматец. Что-то вроде такого, что вот давленая такая, давленая, давленая. То, что вот ведро набрал малины, внизу вот эти вот раздавленные малинки есть. Вот такой аромат. Такое между свежего и чего-то такого. И опять же сладкие, в сладкие нотки переходит. Да. Кстати, вот эти дубовые моменты, как обычно, кора дуба тут ничего такого сверх неприятного не дала. Хотя многие ругают, что кора дуба используется. Такое есть. Здесь же, вот в данном рецепте, да, в данной насыпи, но это все-таки новинка, да. Здесь такого, нет, здесь так прям приятненько, приятненько, дубовые, дубовые нотки. И очень ароматный напиток. То есть, вот использовалось 3 литра, сколько-то там ушло, засыпь впиталось. Но я добавлять не стал дальше. Как бы, ну, пусть будет как есть. И очень-очень уже, даже так насыщенно. Если вы сделаете на 2 литра, то будет просто гораздо мощнее. Ну, вполне, вполне, вполне удачный вариант. Ну, давайте выпьем за наступившую весну. За ближайшее, грядущее, точнее, лето. Ягоды будут, но мы уже весной можем пробовать уже какой-то интересный напиток. Ну, так скажем, достаточно ванильно. Ванильность у нас тут хорошая, хорошая такая прям ощущается. Привкус дуба такой легенький, ненавязчивый. Ну, и основной-основной вкус в самом начале проходит малиновый. Потом он уходит. И вот эти ванильно-дубовые, то есть конячно, наверное, да конячно. Ну, сказать, что от изюма там дало, да, вот виноградности какой-то, я бы не сказал, что супер прям виноградность чувствуется. Малина здесь превалирует. Вот. Ну, в общем, пора закусить кусочком стейка. Картошечка запеченная в духовке в фольге. Смочим это все домашним лечо. Вкусно. Хочу поднять бокал этого прекрасного менлинового бренди за тех, кто 22 апреля сможет присутствовать на Линград-стакане 4 в Санкт-Петербурге. Я, к сожалению, туда не попадаю. По разным причинам. В общем, завидую белую завистью всем тем, кто там будет. А кто не знал, что там будет фестиваль, то поспешите. Поспешите. Приобретите билеты и едьте, едьте, если у вас есть возможность. Попробуйте кучу крутых напитков. Все-таки время идет, люди растут, бочки обновляются. Напитки дольше выдерживаются. И народу будет много. Это будет крутое событие. Ну, а я поеду, наверное, на какой-нибудь другой фестиваль. Я на Линград-стакане 2 и 3 был. Как говорится, два раза галочки были поставлены. Сейчас, сейчас, ну, конечно, хотелось бы. Давайте круто-круто-круто оторваться на Линград-стакан 4 в Санкт-Петербурге 22 апреля сего года. Очень-очень хорошая имитация. Стоит отметить, что в любом случае это имитация. Но, извините, имитировать гораздо дешевле подобный напиток, чем сделать, прям по-настоящему, сделать из малины дистиллят. Вот, представьте, сколько малины нужно потратить. А если малина, типа, килограмм малины и 5 килограмм сахара, то, извините, это не малиновый дистиллят. Это сахарный самогон с добавлением малины. Ну, там, варенье там, да, используют и все такое. Нет, ребятки, все-таки, если вот уже по-нормальному делать, то по-нормальному. Опять же, есть еще концентраты всякие, но концентраты-то тоже всегда все равно из них получается не настолько мощная ароматика, когда ты делаешь дистиллят, именно дистиллят прямотоком с медью, а потом еще это в больших бочках. Вы представляете, на 200 литров бочку, например, на эталонный размер бочки сделать дистиллята из малины, ну, это будет очень дорого, это надо очень любить малину. Опять же, очень любишь малину, то, скорее всего, ты будешь ее кушать. Я люблю малину, и я люблю ее кушать. И поэтому даже при самом безумном варианте, какой бы я мог придумать, я вряд ли малину бы просто так бы использовал. Настойки – да. Экстрактор сок с лита – да. Но, опять же, видите, даже своей малины пока нету, а любая купленная малина лучше пусть идет в организм. Очень полезная и вкусная. Богатая микроэлементами. Для здоровья полезными. Так, в этот раз картошечка с мясцом у нас дополняется капусточкой. Огурчиком, зеленью и мастеркой. Ой, ой, классно. Отдельно этот салат не настолько крут, как с мясом. Очень ароматный напиток. Это прям вышка. Я так скажу, что вишневый бренди не настолько ароматный вишней, чем эта малина. Тут просто бомба. Малина здесь достойная. Просто, просто, просто. Опять же, дотошно и тщательно вдыхать. Там у нас перенасыщение аромата. Концентрация высокая. Чуть дальше. О, самый класс. Самый аромат. Надеюсь, видео для вас было полезным. Удачи всем. И пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!